Сегодня в программе. Оказывается, стоматологические материалы нередко бывают аллергонепереносимы, а в некоторых случаях и вовсе несовместимы. Профессор Константин Лебедев посвятил нас в суть проблемы. Крепкий сон – залог здоровья. Если же ваш сон стал причиной беспокойства, то искать её следует в образе жизни, который вы ведёте, советует врач тибетской медицины Татьяна Голсанова. Проблема несовместимости и аллергонепереносимости стоматологических материалов появилась не сегодня. Но до сих пор специалисты спорят и не могут прийти к единой точке зрения. Одной из них с нами поделился профессор Константин Лебедев. Вот есть такая неприятность, что у части людей, когда ставят протезные материалы, возникает комплекс симптомов непереносимости протезных материалов. Они проявляются очень широко, но главный симптом непереносимости протезных материалов – это жжение. Ну, там много разных вариантов жжения. Иногда это чувство батарейки, иногда чувство пощипывания. Сила этого жжения бывает разная, но очень часто доходит до того, что человек не может спать. Но кроме жжения бывает изменение вкуса. Или это кислый вкус, или, ну, изменение вкусовых ощущений. Тоже, в общем, достаточно неприятное. Третье – это изменение слюноотделения. Или просто слюны очень мало, сухой рот. Или это, наоборот, сильное слюнотечение. Вязкая слюна бывает, что человек даже отплевываться не может. Ну, бывают здесь и другие проявления других органов. Боли в желудочно-кишечном тракте, головные боли, ну, и так далее. Отчего это бывает? Причина непереносимости. Ну, во-первых, это если много в рот поставлено разных металлов, то возникает синдром гальванизма. То есть возникают высокие гальванические токи во рту. Ну, как батарейка. Вторая причина, и самая широкая, это аллерго-непереносимость протезных материалов. То есть организм сам отвечает на эти протезные материалы с сильной реакцией. Она не совсем, так сказать, стандартная классическая аллергическая реакция. Она так называется псевдо-аллергическая реакция, когда в большинстве случаев специфических антител не образует. Третье, инфекции ротовой полости. Они вызывают не просто аллерго-непереносимость протезных материалов, а аллерго-непереносимость многих материалов. Поли-аллерго-непереносимость. Это для нас самая трудная вещь, потому что выбрать человеку, отобрать материал, который не, так сказать, не дает реакции, достаточно трудно и сложно. Аллергические реакции во всем мире сегодня растут. Как за рубежом, так и у нас. Ну, наверное, все уже слышали, что бронхиальная астма стала очень широко распространена. Каждые 4-5 лет фактически происходит во всем мире удвоение числа заболевших различными аллергическими заболеваниями. Фактически это относится и к аллерго-непереносимости протезных материалов. Вот, так сказать, нашей лаборатории данным за те годы, последние 15 лет, когда мы уже, так сказать, нас хорошо знали, во всем случае, в Москве, в Московской области, вот как увеличилось число пациентов по пару лет. В данной ситуации мы можем взять титан, вот из чего делают имплантаты и так далее. В начале фактически мы, определяя чувствительность к титану пациентов, мы фактически не находили аллерго-непереносимости. А сегодня более 20% определения на титан дают реакции. Вот как это все резко выросло. Но самое печальное то, что у нас, вот я сказал третью, последнюю причину аллерго-непереносимости, это инфекции ротовой полости, даже не проявляющиеся субклинические инфекции. Так вот, поле аллерго-непереносимости за эти годы также возрастает, резко увеличивается их число. Вот это крайне неприятная ситуация, с которой сталкивается весь мир. Но если говорить об России, то аллерго-непереносимость, наверное, выше в России, нежели за рубежом. Почему? Очень часто ставят много разных металлов ротовой полости. А с другой стороны, сегодня вторая наша беда, что преимущественно вне государственных учреждениях применяют неофицинальные препараты для протезирования. Как же определяют аллерго-непереносимость? Вот за последние 50 лет было опробовано очень много разных методик определения аллерго-непереносимости. И все они были, в общем-то, не очень успешные и не во всех случаях определяли. В конечном итоге подошли к тому, к уже небольшому, так сказать, спектру методов, которые наиболее хорошо действуют. Сегодня пришли к заключению, что самые, так сказать, достоверные методы основываются на том, что есть в нашем организме такие клетки, как тучные клетки, бозофилы, а вот в крови бозофилы. И они, когда начинается эта реакция, из бозофилов вываливаются гранулы, в которых много разных ферментов, и в первую очередь гистамин, пероксидаза, лейкатериены. Вот видите, это бозофил базовый, вот сколько гранул здесь. А вот в результате действия на него препарата аллергического, да, он почти все гранулы выпустил в среду. Дело заключается в том, что вот эти методы определения этих ферментов в крови, существенно вот эта грануляция бозофилов изменяется от дозы аллергена, дозы раствора ионов этого металла. Вот здесь представлены, так сказать, разные дозы, которые добавлялись в кровь, так сказать, раствора ионов вот этого протезного металла. Так вот, в самом раннем, так сказать, разведении, малом разведении была реакция. Дальше целый ряд разведений не давало реакцию, а потом снова большая реакция. Притом, у разных людей мы не можем точно сказать, что вот в этих разведениях будет больше, да. Это все колеблющиеся вещи. Значит, нужно для каждого определения сделать фактически не меньше восьми параллельных определений, да. И только по их сумме судить, есть реакция или нет реакции. И казалось бы, ну все, мы определили, можно ставить точку. Но оказывается, далеко не всегда. Дело заключается в том, по сумме этих данных определений, участия больных реакции почти что не будет. И в этой ситуации можно стопроцентно сказать, что да, в данной ситуации этот препарат можно ставить стопроцентно. У части больных будет сильная реакция. И мы можем по крови, одному определению сказать, у этого больного данный препарат полностью не подходит, его ставить нельзя. Но участие больных бывает средняя зона. Серенькая зона, мы ее так и назвали, серой зоной, когда реакция не очень сильная. В этой случае оказывается, что у части больных на этот препарат будет реакция, а участия не будет. И определить окончательно, как здесь будет, можно только по второму, так сказать, этапу. Нужно поставить уже провокционный тест. Мы его ставим только тогда, когда на самом деле имеется серая зона, как второй этап. И в этой ситуации мы уже окончательно судим о том, что может данный пациент, можно ставить этот материал или нельзя. Вот, так сказать, делая вот этот весь комплекс, мы сумели выйти на достаточно, так сказать, высокую достоверность наших результатов и не делать проскоков. Дело заключается в том, что аллергонепереносимость развивается на сумму преимущественно микродобавок. Нету чистого никеля, нету чистого хрома, да. Там есть микродобавки других материалов. Ну, у нас много случаев было непереносимости золота. И вот мы подбирали несколько вариантов, значит, ну, вот то, что поставили, проверили, нету непереносимости. Пациент говорит, ну, мне хочется ставить золото. Взяли один, так сказать, вариант золота, той же пробы, да, тоже непереносимость. А после этого я говорю, вот у вас есть колечко старое свое, ну, это бабушка была, и у мужа есть колечко, может, вам золото это хватит, давайте проверим. Проверили, все в порядке, к нему нету реакции. Значит, на одном прииске одни микродобавки к золоту, к другому другие. Сдавая кровь, спасаешь жизнь. Никакие дорогостоящие средства, никакие самые новые методы лечения и даже светилонавки не смогут нам помочь, если у нас не будет доноров. Так что приходите к нам, мы вас ждем. Вы можете, в прямом смысле слова, спасти кому-то жизнь. Почти вдвое за последние 15 лет уменьшилось количество доноров. Донорам необходимы нам в большом количестве каждый день. Нам нужны и компоненты крови, да, то есть я имею в виду обычную кровь и плазму, и тромбоциты. Донорами могут быть 10-15% населения. Сейчас в России донорами являются только 1,5%. Это абсолютно безвредная процедура. Лично я, например, никаких, так сказать, никакого дискомфорта не испытываю абсолютно. Больные просто без этого не могут. Поэтому доноры нужны всегда. Безусловно, кровь надо сдавать. Я здесь потрачу, ну, там, наверное, час-полтора, а ребенку два дня он будет жить. Донорская кровь необходима всем онкологическим клиникам страны. Сегодня мы даем адрес одной из них. Сдать кровь безвозмездно. Возмездно из-за вознаграждения вы можете по адресу Каширское шоссе, дом 24, Российский онкологический научный центр, отделение переливания крови. Телефон 324-62-37. Донорами могут быть лица от 18 до 60 лет, зарегистрированные в Москве и Московской области. Проблемы со сном в больших городах – это нередко. Чаще всего люди обращаются с такой проблемой именно к нам в клинику, причиной которой являются многочисленные стрессы. Эти стрессы возникают из-за того, что чаще всего это напряженный график работы. То есть человек не контролирует уже свой режим дня, не контролирует свою жизнь, забывает о том, что нужно вовремя отдыхать, вовремя отвлекаться от напряженного графика. Также к нарушению сна ведет нарушение режима питания. Человек не вовремя не соблюдает режим питания, не вовремя питается, либо приходит домой, не ужинает, либо питается в заведениях общественного быстрого питания. Возникает разбалансировка нервной системы, в результате чего возникает заново нарушается сон, нарушается регуляция нервной системы. В нашей клинике при данной проблеме мы предлагаем программу «Здоровый и глубокий сон». В данном случае точечный массаж он дает, расслабляет при надавливании на определенные мышцы, расслабляет тело. Энергия, которая течет в нашем организме, идет в нужном направлении, и наша нервная система начинает успокаиваться. При иглоукалывании на определенные точки возникает выброс эндорфинов, гормонов радости, которые необходимы нашему организму время от времени. Также для усиления этого эффекта применяется моксотерапия, то есть данные точки прогреваются полынными сигарами и усиливается данный эффект. Также в нашу программу ходит фитотерапия. Фитотерапия – это тибетские фитопрепараты, которые хорошо воздействуют на сон, на нервную систему, успокаивают ее, улучшают качество сна и продолжительность сна. Главная задача – это расслабить человека. Посредством массажа, надавливаемого на определенные участки мышц, мы расслабляем шейную и грудную область, также расслабляем мышцы вдоль позвоночника. Посредством этого улучшается кровоток в данных мышцах, улучшается проведение нервных импульсов. Чаще всего проблемой сна также является шейно-грудной остеохондроз. Поэтому хорошо в данном случае работаем с шейным и грудным отделом. Мы расслабляем прямые мышцы спины. Это самые сильные мышцы спины. При нервном напряжении все тело сжимается и при постоянных стрессах происходит напряжение мышц верхней части туловища. И при активном, таком, хорошем, глубоком массаже эти мышцы расслабляются, снимаются спазмы. Массаж в данном случае очень чувствителен. Рекомендуется производить массаж очень глубокий и сильный. Самое важное при данном случае, это хорошо провести массаж шейного отдела. Затем мы делаем массаж головы. Производится массаж головы по меридианам. Те точки, что у нас находятся в голове. Точка бай-пой, допустим, находится здесь. Это точка, снимающая стрессы. Также это точка пересечения многих меридианов. Она используется не только при нарушении сна, но и при многих других заболеваниях, заболеваниях сердца. Также у нас на ухе находится точка шейный, антистрессовая противоболевая точка. Поэтому мы массируем наши уши. Вот эта зона вообще расслабляет хорошо. Зона головного мозга. На нашем ухе очень много точек, которые регулируют нервную систему. Отвечают за нервную систему. При их массаже возникает либо расслабление, либо повышение тонуса нервной системы. В частности, проводя вдоль мышной борозды, мы расслабляем человека. А если нужно сконцентрировать внимание, улучшить концентрацию при какой-либо сонливости днем, можно помассировать мочку уха. Это означает, что вы вполне самостоятельно можете регулировать эмоциональное и энергетическое состояние своего тела. Для того, чтобы расслабиться, помассируйте ухо вдоль ушной борозды. А для повышения тонуса, потрите мочку уха. А сейчас мы проведем баночный массаж. Проведем баночный массаж. Мышцы спины. До вот такой вот стойкой гиперемии. Сейчас мы поставим банки. То есть, производим вакуум терапии таким образом тоже. Ставим банки вдоль позвоночника. Таким образом улучшается под воздействием вакуума, приливает кровь к данному участку и улучшается кровообращение в данной мышце. Теперь мы производим иглотерапию. Ставим иголочки вдоль шейного отдела позвоночника, то есть на уровне седьмого шейного позвонка. Иглотерапия может ставиться как по меридианам, так и по болевым точкам. При остеохондрозе чаще всего причина в спазмах мышц, которые тянут на себя вот этот позвоночник, и возникают болевые ощущения именно в позвоночнике. Либо в самих мышцах, либо в позвоночнике. Иголочка, она оказывает местное действие, так и общее местное действие. То есть она улучшает кровообращение в данной мышце, то есть в данном месте, куда мы ее ставим местно. Также влияет опосредованно на улучшение проведения нервных импульсов. Далее для усиления эффекта иглотерапии производится моксотерапия, то есть это прогревание данных сточек полной сигарой. Для легкой гиперемии мы производим бесконтактное прогревание данной зоны. К данному участку приливает кровь и активизируется кровообращение. Таким образом спазмы мышц снимаются. Но на этом наше лечение не заканчивается, так как дальше, в дальнейшем пациент должен принимать фитотерапию, которая нормализует сон, успокаивает нервную систему, улучшает качество сна. И, конечно, несколько советов для тех, чей сон беспокойный и непродолжительный. Правильно организовывать свой рабочий день, правильно организовывать свое питание. То есть в данном случае чаще всего у нас пациенты – это люди с конституцией ветер. Напомним, люди конституции ветер, как правило, худощавого телосложения, нервные, эмоционально-лобильные, с резкими перепадами артериального давления. Эти люди чаще всего питаются фруктами, соками, овощами, увлекаются диетами. Таким людям нужно побольше есть сладкого, жирную, такую вот, маслянистую пищу. Также добавлять специи в свой рацион – перец, чеснок, лук. Также можно добавить корица. Корица хорошо успокаивает нервную систему, влияет на продолжительность сна, улучшает проведение нервных импульсов. Также можно посоветовать таким людям вовремя брать отпуск тот же самый и уметь отвлекаться от напряженного рабочего графика.